Ледника Табаско. Приключения на вездеходе. У вездехода все шесть колес ведущие. Замечательное путешествие в середине Альберты. Красота! Давай обмотайся с головы до ног, чтобы было видно, что это ты. Вторая часть приключения стеклянный пол над пропастью. На бульдозере едем, сейчас выезжать будем только. Пристегнуть ремни безопасности. Мы едем по воде, моем колеса по леднику. Мы используем карбош. Ну вот, карбош, как я предполагал, потому что легче. Песочком не посыпали, наверное скользко. Люди умные, такие же, как я в молодости. Они одели кошки, вот впереди меня три человека, и спокойно спускаются на лед. А канадские туристы мне советовали, что кошки не нужны. Оказывается, они очень даже нужны. Спасибо большое. Ты очень приятно. Отлично. 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 Не надо, не скользко. Пока не скользко. Я рада. Угонишься, не хватало. Ой, как хорошо. Настоящий снег. Сейчас я вам все покажу. Это лед такой, плечерный лед и такой, как крошка, видишь? Ой, 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 ой. Красота. Ира первый раз в жизни попала на плечерный лед, на деревнюю. Это連 coronарапсоне и обнаруж вместе с талям. Играет болезня. Что ж, конечно, синдром? Единственная легкарина. девочка давай обмотайся с головы до ног чтобы было видно что это ты что дают и фотоаппарат не раскрыл эти отдают все стой все это что это не ира рванула в наш автобус на его называют автобусом это вездеход 6 колес приводных из 6 то есть все вообще сумасшедшая машина тянет в любую сторону ира около самых больших колес в мире вездеход почти в твой рост и ручка колеса в россии ну да а ну вы поравняйся с колесом о как раз до молодец едем дальше на небесную прогулку а горы там то я знаю вот и горы давай то не ну ты же не прыгай так сильно молодец 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 прозрачный пол да не танцуй не надо ну мало ли вдруг плохо сделал рюкни все воздушный поцелуй над пропастью а а Продолжение следует... Путешествие по леднику на вездеходе и небесная прогулка по стеклянному полу над пропастью.